Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас такое необычное видео. Сегодня мы будем рисовать Pocophone F2. Сразу хочу сказать, что это будет предположение, то есть это не будет четкая реализация именно Pocophone F2. Итак, друзья, погнали! Начнем мы с экрана. Экран 6,3 дюйма, IPS-матрица, 404 ppi и 90% поверхности передней панели он будет занимать Gorilla Glass 5-го поколения. И вот смотрите, давайте обозначим сам телефон. Таким образом он будет выглядеть, а скорее всего это будет повторение Mi 9, ну приблизительно, так скажем, повторение Mi 9, конечно, немножко урезанное. Но если говорить о передней части этого телефона, снизу у нас будет микрофон под решеткой, USB-C и основной динамик. Также сверху будут динамики, и помните, да, что в первом Pocophone были стереодинамики, а верхний динамик работал не так хорошо, не так солидно. И в общем, если в целом сказать, то это как бы было псевдо-стерео такое, но мы предположим, что в Pocophone F2 исправит эту ситуацию и накатит нормальный динамик сверху. Снизу уже будет неплохой, и скорее всего здесь будет нормальный стереозвук. Вот это фишка, наверное, этого телефона. Будет ли сканер отпечатков пальцев встроенный в экран? Друзья, скорее всего нет. Но это пока что только мое предположение. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, что это все-таки бюджетный такой флагман, и тут они будут ставить вот такое дорогое новшество. По процессору здесь будет 855-й дракон, но многие говорят о том, что здесь будет 845-й. Зачем здесь 845-й, непонятно. Потому что вся философия Pocophone это в том, что вы берете не так дорого, но самый топовый процессор. Наверное, вот это как бы самая фишка и философия Pocophone F1 была, и Pocophone F2 нам нужен именно на 855-м Snapdragon. Потому что по-другому, друзья, это будет просто нереально. Это будет плохо, это будет нехорошо. В Antutu он приблизительно будет выбивать 362 тысячи баллов. Версии будут на 4.64, 6.28 и 8.256 в килларовом покрытии. Здесь, друзья, никаких изменений. Скорее всего, все останется так, как есть. И самая популярная и правильная, наверное, версия будет на 6.64. Задняя часть смартфона, как мы помним, что был пластик в предыдущей версии. Скорее всего, в этой версии тоже будет пластик. Вот мое предположение, друзья, что все-таки здесь будет 3 камеры. Вот мы таким образом их обозначим. Сим-лоток будет на левой грани, как обычно. И будет 2 симки и плюс microSD. Друзья, я вот лично за такую историю. Потому что если вы даете нам вот такое дешевое решение, то нужно 2 сим плюс microSD. Если туда поставят, то это будет реально круто, это будет великолепно. Да, и, друзья, это будет тройная камера, у которой будет 3 модуля сверху. И внизу, скорее всего, будет сканер отпечатков пальцев. По поводу камер, самый интересный момент. Здесь будет 48-мегапиксельная камера f1.8. Вторая камера будет теле на 12 мегапикселей и на 16 мегапикселей ширик. Ширикоугольный формат, чтобы снимать такие большие объемные фото. Так вот, по поводу модуля. Здесь будет ли Sony IMX 586. Если сюда воткнут Sony IMX 586, это будет, ну, прям вообще весело и отлично. Но, друзья, скорее всего, здесь будет Samsung GH1. То есть, который стоит вот на 48 мегапикселях на Redmi Note 7. И я бы хотел очень, чтобы, конечно, стоял модуль от Sony. Потому что это будет реально зачет. Это будет вот такой телефон, прям вообще супер-супер телефон. На верхней грани будет мини-джек, второй микрофон для шумоподавления и их порт. То есть, в принципе, друзья, полный набор. А пока мы продолжаем. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, жми на колокольчик. Ну, в общем, делай репост этого видео, а мы продолжаем. По поводу операционной системы. Android 9 Pie, MIUI для Покафона, которая, как обычно. И та прошивка нормально, она хорошо себя зарекомендовала, не тормозила. Вообще было очень супер. По поводу модулей связи. 4G, понятно, будет. Будет ли 5G? Друзья, скорее всего, нет. Все-таки 5G это такая топовая фишка, которая ставится на абсолютно топовые телефоны. И которая, по сути, не работает и не нужна. Ну, скорее всего, ее просто-напросто не будет. Wi-Fi раздача и прием на 5 Гц будет. Конечно же, Bluetooth 5.0. И вот, друзья, NFC. Будет ли здесь NFC? Ну, скорее всего, нет. Вот, как бы, по традиции Xiaomi. Но по традиции Xiaomi, как правило, во флагманы они ставят NFC. И там нет в этом никаких проблем. В общем, друзья, если здесь будет NFC, я даже согласен на 845 дракон. В принципе, 845 как-то вот в этом плане хотя бы будет хоть как-то смотреться. Но если NFC не будет, то 855 и не ниже, друзья. Никак ниже батареи. Здесь та же самая. 4000 мАч, Quick Charge 4.0. Разные, друзья, присутствуют ренды в интернете. Один из таких рендеров – это стиль такой, знаете, Huawei Made Porsche Design. То есть, вот такие полосы, да, посередине черная полоса и желтые по бокам. Две полосы. В принципе, есть в этом какой-то определенный смысл. Если Xiaomi сможет сделать это дешево и красиво, тогда это действительно будет круто. Потому что там все-таки Poco F1 и Poco F2 – это будет Master of Speed, да, то есть мастер скорости. Поэтому ему нужно будет делать вот такой, наверное, все-таки более брутальный дизайн. Более такой спортивный дизайн. Да, друзья, и по поводу ценников. Ценник минимальной версии будет, начало будет от 300 долларов. Или приблизительно по рублям около 20 тысяч рублей. Действительно, друзья, это будет правильная, адекватная, хорошая цена. Та цена, которую мы как бы ждем. Мы любим Poco F1 именно за цену. И многие из вас любят, друзья, Poco F1 именно за цену. Потому что за ценник предоставляются все, ну, действительно великолепные показатели. И плевать уж там на какой-то пластиковый корпус или какие-то другие недостатки. Друзья, если вы хотите приобретать себе Poco F2, то приблизительно через 2 месяца сливайте старый Poco F1. Потому что потом у вас будет в этом отношении проблема. Пока он актуальный, популярный и люди его берут. В принципе, на Авито его, наверное, или вот в других сервисах его продать вообще проблем никаких не будет. Если ценник подтвердится и будет 855-й дракон, то, наверное, половину проблем уже мы, друзья, с вами избежим. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.